Республиканцы уличили президента США в пропаганде тирании. Именно так расценили оппоненты Барака Обамы случайное рукопожатие с Раулем Кастро на панихиде Нельсона Манделлы в ЮАР. Советники Белого дома советуют не предавать обычному жесту вежливости политического значения. Но Елена Мещерякова сомневается в том, что встреча глав США и Кубы могла быть абсолютно случайной. Почему, Елена? Лиза, на Кубинском фронте очевидно грядут перемены и доказательства тому не только как будто бы неожиданная встреча в верхах стадиона Йоханнесбурга. Американские СМИ активно взялись за тему полувековой давности. Именно сегодня растиражировали интервью Ильана Гонсалеса с призывом снять блокаду с Кубы. Американцы сопереживают этому сыну погибшей кубинской беглянке, можно сказать, с его младенчества. У большинства 13 лет назад сложилось впечатление, что в детстве мальчика насильно увезли из Америки на Кубу. Но сначала немного истории для тех, кто забыл. Элиан Гонсалес уже не мальчик. Самому известному кубинцу после Фиделя Кастро и Эрнеста Чагевары исполнилось 20 лет. Весь мир помнит его ребенком в коротких штанишках и с аккуратной стрижкой. В апреле 2000-го за ним пришли дяди с оружием и в бронежилетах. В США эту сцену помнит четко. По настоянию кубинского отца и решению американского суда, 6-летнего ребенка отобрали у майамских родственников его матери. Та утонула. Лодка с 10 нелегальными эмигрантами ушла на дно Атлантики, а мальчика на покрышке чудом выловили флоридские рыбаки. История спасения и возвращения домой стала культовой на острове свободы. В честь пионера Гонсалеса построили музей, сняли фильм и назвали школу. И сам командант и не раз трепал его вихрастый затылок. В общем, детство, отрочество и юность на родине промчались, как прекрасный сон. Все эти годы это было счастливое и радостное время. И пусть никто в этом не сомневается. В этом и состояла битва идей на границе тысячелетий. Тогда две страны решали, какое будущее лучше для бедного сироты. Остров свободы от капитализма или страна свободы предпринимательства. Возмужавшее дитя кубинского народа, конечно, за коммунизм с человеческим лицом. И теперь просит президента Обаму поступить по-человечески. Как лауреат Нобелевской премии мира и президент США, он имеет все возможности для того, чтобы снять блокаду, от которой страдает мой народ. Например, всем известно, что на Кубе хорошая система здравоохранения. Но медицинское оборудование устаревает. Из-за эмбарго мы не можем получить новое. Американский президент должен почувствовать нашу боль. Примирительное интервью молодого посла кубинской воли показали по телевидению Эквадора, аккурат после скандального рукопожатия на панихиде Нельсона Манделла. Барак Обама по пути на трибуну встретился глазами и обменялся репликами с Раулем Кастро. Ничего политического, просто вежливость утверждают в Госдепартаменте. Ведь соседей по стадиону глава США не выбирал. Но в случайные встречи на высшем уровне может поверить только простой кубинский парень. Я готов сесть и поговорить с Обамой просто так, на равных и по-мужски. США не разговаривает с Кубой уже 51 год. В наказание за национализацию американской собственности и дислокацию советских ракет. Ну и конечно за нарушение прав человека и перемены на Кубинском дипломатическом фронте можно считать внезапными, но случайными вряд ли. Как ни странно, но Куба, похоже, снова входит в зону передела сфер влияния между США и Россией. Только вчера Москва и Гавана подписали соглашение о списании советского долга. Куба и Россия припирались по этому вопросу все 20 постперестроечных лет. И вот так внезапно Путин простил Кастро почти 30 миллиардов долларов. Америке, наверное, было бы выгодно перетянуть кубинское одеяло на себя, пока не поздно, на закате эры Фиделя. А то случится как с Украиной. Кремль чуть-чуть не обошел Белый дом. Дипломаты Госдепа включились в игру уже на третьей неделе Евромайдана. А Куба, которые, вероятно, тоже ждут волнения после ухода коммунистического лидера, должна будет определиться с курсом. А этот дорогого стоит. Так что общественное мнение США наверняка сейчас уже готовит к возможным послаблениям в режиме эмбарго и, может быть, в иммиграционных вопросах. Субтитры создавал DimaTorzok